здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала ничего не распаковывала чтобы посмотреть буквально все своими глазами вместе с вами а мне приехал заказ из группы happy orchid я также до заказу других групп их растений ничего в этом плохого не вижу так и хочу вместе с вами посмотреть что же мне пришло слава богу я успела до отъезда получить заказов много растения мне одно не пришло растение называется я пока буду выкладывать и рассказывать этот раз там я смотрел видео у леночки лобачёвой она сказала что она долго думала из-за этого пропустила лена будешь смотреть это видео я разговаривала с лили она сказала вообще что их пришло только две штуки две поэтому даже если мы и подумали пару дней и даже есть мы один денечек подумали все равно но бы нам не досталось также хочу сказать что денежку вот допустим как спаси флора растение не пришло деньги только на счет перечисляет лили может обратно перечислить или также оставить на счете я оставила нас на свой счет потому что я буду на даче вдруг у меня денег не будет или сбербанк онлайн не будет работать вот поэтому я ой сколько всяких вкусняшек для цветочков решила оставить это все у себя на свой счет вот ребята показала лаву я не знаю она входит кстати фон я ее может быть буду как-то добавлять почитаю побольше про нее заказала доломит но вы знаете я свой башмак отдала поэтому хотела вообще-то доломитом проливать он мне очень хорошо рос но в принципе как бы не помешало бы я у света смотрела кончуры что хорошо при кислотности субстрата выше в общем он раз как раскислитель раскислитель не чаще одного раза в 6 месяцев 1 чайная ложка на 2 литра я буду использовать это в деревне например по моему кстати говорят древовидные пионы не любят кислую почву вот не знаю наш ты рисов можно кстати поливать вот пожалуйста с доломитом и раскислять почву кисл у меня кислая просто на даче давать его что-то я как-то много взяла смотрите очень много также я взяла вот значит лаву я хочу добавлять при посадке фаленопсисов почему бы и нет здесь и железо и магний содержится одну-две столовые ложки на литр субстрата пожалуйста добавляй не хочу фактически вот как раз на три посадки вот этот пакетик это не так и много а почему бы и нет дальше что я заказала ребят вот всякие такие удобрялки и стектициды плантофит это вот удобрение видите я заказала как я уже вам говорила что ближе концу лета осенью я буду удобрять удобрениями где повышенное содержание фосфора видите 10 азота 10 калия фосфора 54 вот как раз таки я и заказала на пробу это удобрение муж нашел моя карта нас она все-таки была стиральной машинке я ее потеряла вернее я жинсами и и закинула стираться но я не была в этом уверена я думаю что она теперь конечно наверное непригодна потому что здесь видите штрих-код стерт может быть вот это вот в норме может быть и будет проходить ведь можно же прикладывать но в общем я так рада рада правда очень рада так сколько у меня сегодня радости дальше вот я заказала такие штучки у меня есть другие сейчас секундочку покажу вам вот у меня есть вот такие вот но они как-то для маленьких горшочков например громоздкие а такие очень даже ничего я свою стюартиану брала в ней уже такая штучка была и поливаю сколько уже полтора года ничего с ней не случилось пусть будет в принципе хуже не станет а это я буду в саду может быть использовать если без моего сейчас присутствия ничего там не потеряется так массой масса я брала уже в последний момент брала его от клещей опрыскивали один грамм на литр полтора до 19 срок годности вот может быть в конце лета перед осенью я прыску но посмотрю или вновь пришедшие в общем так по описанию хороший очень препаратик вот тут много баночка очень удобная да так далее что я взяла строби протирание погружения листьев так строби это фунгицид это германия тоже от всяких там пятнистости на листиках но я вообще строби брала с расчетом на моим будут реже в общем то может быть даже пролью к я потому что у меня на кустики которые побольше все смотрели их приход который поменьше такой дохлик был растет кстати очень хорошо а который побольше появились тоже черные какие-то пятнышки поэтому строби у меня его не было но говорят что хороший препарат далее что я заказала квадрис тоже фунгицид погружение протирания или погружение листьев 0102 миллилитра на литр воды в общем то тоже описан как очень хороший препарат будем пробовать смотреть потом изобион изобиона полив 5 миллилитров на литр опрыснет 3 миллилитра на литр это вообще-то биостимулятор роста ну как удобрение идет такой какой-то знаете как будто он густой даже фу как пахнет неприятного ужас в общем набрала я как обычно так далее привикур энерджи тоже германский фунгицид у меня его не было в общем ребят до 20 года срок годности я знаю что в любом случае в аптечке в любой должны быть фунгициды акарициды инстектициды но хочу вам сказать я много лет обходилась только тремя препаратами такими как актора фитоверм и фитоспорин орхидейки прекрасно росли но когда их становится много когда ты больше начинаешь как-то увлекаться этим всем то все сразу же нужно и набираем набираем принципе я больше не собираюсь ближайший год вообще ничего заказывать имеют препараты то что орхидей я говорю не буду заказывать это я уже постоянно себе говорю это бесполезно так же как у многих так осмокот здесь больше калия у меня есть пролонгированного действия не осмокот а как же он называется вот я всем рассказывала там в общем очень много азота я решила не брать такие зеленые гранулы я покупала в уби они у меня до сих пор есть винзор вот винзор поэтому я заказала вот какой-то такой самый дешевый мелкий вот такой вот осмокот пусть будет опять же я его пересыплю в также в баночку для цветения так далее мха вроде бы я один чилийский заказала я хотела вообще заказать спагмос мне очень нравится спагмос но я никогда не в классическую систему не закрытую не чилийский не спагмос не кладу ребят именно во внутрь горшка он может как бы зеленеть в плане того что он водорослями покрывается но он они эти мхи очень прессованные они не растущие поэтому я люблю класть такой мох сверху во первых зелененького мне жалко да чтобы во внутрь сухой зеленый моклость и как бы его да действительно растворяешь ну заливаешь водичкой во много но мне спагмос более нравится потому что он по структуре более нежный мягкий более чистый но и по цене он дороже чилийский мог по цене дешевле и у лили не было спагмоса поэтому я взяла у такой чилийский мог вообще я брала вроде бы как один брикет лили мне положила 2 ну в общем то знаете мы же я надеюсь не последний год живем поэтому и страчу я этот мог также удобрения вот в подарок удобрение лилия ребят я его вот допустим переливаю в пульверизатор потому что здесь очень низкая концентрация сейчас я вам скажу 45 колпачок очков на литр идет смотрите видите то есть здесь идет азота 06 фосфора 07 калия 07 ну там всякие магний тоже 00 и я сравнила с эффектом сейчас я вам покажу чтобы наглядно было вот ходила посмотрела закончился у меня этот опрыскиватель я его видимо выкинула но поверьте мне на слово эффект да называется кстати стоит дороже чем вот это удобрение я прям сравнивала состав один к одному и там это удобрение называется эффект для цветущих растений для опрыскивания листьев поэтому вот это удобрение полностью можно перелить пульверизатор или немножко отлить не разбавляя водой и опрыскивать свои растения кормить их по листу так далее я взяла вот такие горшочки аир под конечно правильно назвала аир под аир под взяла три горшочка сначала заказала больше но дороговато они стоят если честно и вот у меня росли миньки в таком вы знаете миньки у меня сверху отлично наращивали корни внутри поднивали поэтому но это зависит опять же как поливаешь от субстрата от всего я хочу вообще планировала тогда их заказывал у меня еще было башмака пересадить его вот в такой большой горшок свой башмак для башмака это просто счастье такое горшок кому дырки не нужны внизу все вентилируется и все такое прочее вот посмотрите здесь вот есть такой выступ вот но в принципе я один это горшочек конечно оставлю пока ничего не найду в него пересадить а какие-нибудь посажу в эти потому что я сделаю субстрат более влагоемкий я сейчас ухожу от полива в замачивании старый конечно пусть растут малыши пусть растут а которую я сейчас такие посадки делал более влагоемки влагоемкие и не замачиваю просто поливаю подхожу как обычный цветочек и вообще то есть не доставляет никаких неприятностей трудностей нет никаких переливов гнили и не обязательно в таких посадках делать дырки так что вот такие чудесные горшки я давно хотела и перейдем к самому вкусному к самому интересному это краску шишка моим так вот здесь вот наверное цветочки поэтому оставим а потом не по моему они уже подсохли я заказала себе уже давным-давно вот такую растюшечку которая называется red rose splash она очень красивая очень она такая розовая белая у нее всполохи ну мне по крайней мере понравилась она по цене по моему сейчас точно не помню но вроде бы она недорогая так что вот такая растюшечка вот такие у нее листики красивый новый ростик мох видимо лили поливала они приходят сухие поэтому лили за всеми там ухаживает в любом случае растение разбирает и она сама прикрепляет я так понимаю вот эти берочки потому что из других групп приходит без берочек поэтому большую работу девчонки проводят за что им спасибо огромное смотрите какие стали эти делать выпуклости чтобы стояли раньше не было приходили так что вот такая вот у меня красотка появилась и вообще в догонку к своему тут распису я заказала мультифлорку ее в группе выставили как для примера я думаю ну закажу тоже такое недорогое растение честно ребят уже даже не помню сколько чего стоит в принципе вы можете зайти в группу посмотреть уже группу эту все знают потому что многие оттуда заказывают вот это мультифлорка бабочка как вы все уже знаете я прямо стал охотник за бабочками только вот выложила видео своей новой бабочки легата вот видите какая здесь чуть смотрите ребят вообще ничего и нету куда делся цветочек я так наделась что будет один цветочек посмотреть на вот ее цвет сейчас я возьму ножнички на то вообще какая какое у нее цветение ну вот там есть вроде бы сухенький но есть ну зацветет дома с другой стороны не суть просто интересный интерес гложет так ну вот здесь он сухой то просто размер даже цветочка хотелось посмотреть сейчас мы все равно посмотрим сейчас я камеру опущу пониже чтобы если я что-то увижу то и вы видели так давайте его проще будет оторвать этот цветочек он уже не распустится так и посмотрим смотрите какая мосюнечка господи но мосюня бабочка так что у меня легата крупные цветы бабочки я заказала себе очень дорогой орхидеи на пассифлоре бабочка но я так думаю тоже а это такая будет смотрите мини нежная бабочка посмотрите вот ребятки какая будет бабочка но соответственно когда цветочки будут домашние свежие распустится он будет яркий губа вот этого тоже будет яркая видите она он так будет и она бабочка больше мне вот честно говоря больше ничего не надо я увидела размер цветочков и у меня даже слов нет такая прелесть вообще чумовая просто вот тут сколько корешочков это растение сухое я полью я так думаю что я сегодня уже все дела сделала завтра я пересажу конечно в тот допустим горшок пересаживать не буду но у меня сейчас имеется любые горшочки на любой вкус и цвет вот видите little мари микки пилорик я надеюсь что я правильно произношу но я говорю еще раз на ней был цветочек очень классный маленькая бабочка так что вот такие две растюшки в этот раз мало но я как-то знаете сейчас более-менее еще определенные растения поэтому я заказываю отовсюду оттуда оттуда то есть по чуть-чуть но то что очень очень нравится тоже я говорю коллекция большая также смотрите у этого чудо такой вот в краб листика растет новый ну чудо конечно чудо из чудес вот так это растюха я уверена как только я пересажу недели через две должна дать цветонос на круп крупные вообще растения на самом деле я не помню какой размер но вот кстати 25 стаканчик вот 25 а это идет стаканчик 35 вот видите два совсем разных стаканчика но зависимости от того что это крупные орхидеи листики больше то что это мультифлорка листики меньше так что ребят я надеюсь вам понравился мой видео обзор моих растений которые пришли ну препараты само собой понятно и это растенец и я пока поливать не буду это я сегодня же полью и что я еще сделаю я опрыскаю их как обычный пинчиком так что завтра если у меня будет время я начну их пересаживать они будут у меня полностью подготовлены к пересадочке если я не буду пересаживать я оставлю их допустим до деревни что в деревне их там пересадить уже хотя там у меня точно время не будет поэтому я планирую быстро быстро это сделать в москве но если все-таки не получится я буду в деревне значит деревне пересажу ничего страшного их можно и выращивать просто в стаканчиках можно пересаживать я обычно раньше пересаживала хотя сакура масюнечка такая маленькая которая пришла меньше ладошки она у меня растет в этом стаканчике но в таком транспортировочном 1.7 я ее не собираюсь пересаживать по крайней мере до до середины августа точно а дальше посмотрим может быть я ее даже оставлю и на год в этом стаканчике пусть растет потому что орхидейка просто хрустальная так вот ребята была рада со всеми встретиться на моем канале всем хорошего настроения всем удачи всем пока пока